Музыка Небольшой деревянный храм в честь Иверской иконы Божьей Матери прячется среди многоэтажек поселка Сортировочный. Ровно 15 лет назад эту церковь осветили иерейским чином. Но приход сформировался еще до того, как в микрорайоне появился храм. Ведь когда церкви поблизости не было, многим приходилось ездить на службы в Староярморочный собор. Обойтись без молитвы было невозможно. В 28-м году, 25 февраля, как раз в день Иверской иконы Божьей Матери, к нам приехал настоятель, отец Тикарь Покровский. Почему храм стал называться теми в честь Иверской иконы Божьей Матери. Состоялось первое собрание. Не было у нас где даже помолиться, не было где собраться. И нам батюшка дал задание читать в салтырь. Мы молились, наверное, может, месяц-полтора. И нам дают здание бывшего детского садика. Первая служба там была в Ярбное воскресенье. Вы знаете, у вас был храм такой домашний. На каждой иконе висели полотенечки, рушники такие. Вот и что бабушки занимаются этим делом. Я, отец благословен, когда его забирали в тюрьму за веру христианскую в 43-м году. И он сказал, доченька, мне было 11 лет. Он сказал мне, доченька, Бог, едешь, молись и проси, и Он тебе поможет. И Богу так молись. Сегодня протеерей Игорь Покровский – старший священник Свято-Троицкого Серафима-Дивеевского монастыря. Ему на смену в Иверский храм пришел молодой батюшка, отец Алексей Калугин. Для него это первая церковь, в которую он стал служить настоятелем. Принимал его от священников таких благочестивых, именитых, можно так сказать. И, конечно, чувствовала сразу поддержка прихожан. Храм такой красивый, снаружи свежевыкрашенный. Мы красили вместе с прихожанами после службы. Брали ведерочки, кисточки, лестницы, одевались в рабочую одежду и ходили красить храм. Это было общее дело, они немножко нас так сплочали. Население Нижегородского микрорайона Сортировочный – около 50 тысяч человек. Из них 500 – постоянные прихожане этого храма. Основная их часть, конечно же, люди старшего поколения. Даже звонарем здесь трудится 82-летняя прихожанка. Но подрастает и молодая смена. При храме работает воскресная школа. Особое попечение приходская община оказывает многодетным семьям микрорайона. А батюшке на службе помогают его маленькие сыновья. Стараемся вот этих уже малышей привлекать уже к тому, чтобы для них вот именно храм был это образом жизни. Чтобы церковные праздники, христианские святыни были теми правилами в жизни, которыми потом будут дальше руководствоваться. У нас по воскресеньям причащается до 50 малышей. Мы надеемся, что вот эти вот малыши, как раз таки, они потом и нас подменят через те же там 15-20 лет. Немало прихожан было на литургии и в день престольного праздника Иверского храма. Многие из них активно помогают этой церкви. Здесь есть несколько старинных икон, которые передали прихожане. Например, образ святых Петра и Павла, которые спасли из пожара. Или икона Успения Богородицы. Николай Иванович Татворча священна у нас на мощах в городе Баре. Вот видите, у Серафима Саровского плат. Частичку эту платы отец Игорь пожил в наш храм, вот на иконе Серафима Саровского. Плат отца Серафима Саровского. У нас вот какие здесь достопримечательности, такие святыни у нас есть. Но особо почитают в храме Иверскую икону Божьей Матери. Она была приобретена на Афоне на средства, собранные прихожанами. К ней первые обращают свои молитвы верующие. Мы молимся сегодня, чтобы Пресвятая Богородица хранила всех нас, хранила храм сей, хранила град наш. Так же, как она была и хранительница обители Иверской. И много чудес сотворила и сотворяет с нами по нашим молитвам, по нашей вере. Будем иметь веру, что и сегодня, представь Богородица, не оставит нас своим заступлением. В Нижнем Новгороде уже 10 лет действует православный центр глухих «Спас». Община объединяет около 100 человек. И прежде все слабослышащие прихожане собирались в небольшом помещении при храме во имя преподобного Сергия Радонежского. Здесь они общались со священниками, изучали православные традиции, организовывали паломнические поездки. Словом, община с самого начала жила активно. Теперь у Духовно-просветительского центра «Спас» появилось свое помещение в историческом здании – доме купца Олесова. Пространства стало значительно больше. Здесь слабослышащие могут заниматься творчеством, общаться, приглашать на встречи интересных людей. Планируем открыть кружки по рисованию, лепки, плюс еще телефон доверия по скайпу общаться. В этом есть необходимость. Проблем у глухих очень много. Именно с точки зрения православия объяснить другому глухому человеку, как справиться с той или иной ситуацией. Даже планируется телевидение. В храме уже бывали службы с сурдопереводом, работали кружки рукоделия и православный лекторий. Верующие по традиции отмечают вместе православные праздники. Работает мастерская живописи. Художники общины написали немалые икон для церкви. Актив Спаса занимается даже благотворительной работой. Ищет средства для помощи семьям глухих. Жизнь этого центра не была бы такой насыщенной, если бы не огромное желание и энергия самих его членов. В частности, все эти годы руководит работой Спаса семья Алиповых. Татьяна, Сергей и их сын Алексей. Сергей Владимирович и Алексей художники. За роспись храмов уже имеют награды от патриарха Алексея II. Недавно вся семья получила благодарности и от нынешнего предстоятеля Русской Православной Церкви. Собрали целый автобус, 45 человек, 45 глухих. Ездили в Москву на службу с патриархом, где Сергея и Татьяну наградили благодарственными письмами. Сам патриарх наградил. Благодаря им собрана эта община. Они могут их удержать в храме и, мало того, еще приводят новых людей. Но для православного центра важно присутствие особенных прихожан на богослужениях в храме. Мы хотим открыть вновь курсы жестового языка. И я думаю, что волонтеры, люди придут, которые захотят изучить этот язык и часть своей жизни посвятить помощи вот таким людям. Может быть, даже священники. Но мы должны об этом знать. Приходит глухочек на исповедь. Как его поисповедовать, если ты не можешь с ним поговорить, пообщаться? Если только в письменном виде. Это не открывает сердце. Как радостно сердцу видеть человека, который разговаривает на твоем языке. Все настоящие будущие проекты теперь удобно развивать в новом центре. Есть где смотреть фильмы с субтитрами. Отдельную комнату занимает православная библиотека. Рядом располагается мастерская. Сейчас здесь готовят детали большой панорамы Бородинской битвы. В фойе достаточно места для небольших выставок. Сейчас здесь можно увидеть картины Сергея Алипова. Стоит заметить, для благоустройства этого места пришлось хорошо потрудиться. Мы когда пришли, была полная разруха. Была сырость. С помощью Божьей, молитвами нашего владыки, мы смогли за несколько месяцев буквально сделать, преобразить это здание. Для нас это просто чудо. И многие глухие просто радуются и с такой любовью относятся к этому дому. И вдвойне начали помогать. Многие из глухих сами приносили свои деньги, средства для того, чтобы все это сделать. Ну, так как для них это действительно их дом. Это очень важно для них, так как здесь они узнают о Боге. И правда, в этом новоселье есть Божий промысел. В начале 18 века на средства купца Афанасия Олисова был заново отстроен храм Сергия Радонежского. Теперь община глухих, основанная при этой церкви, поселилась в древних палатах известного нижегородца. Господу помолимся, ежеблагословите начаток основания здания сего и благополучного славы имени своего начала его. 30 октября митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий совершил чин закладки храма в честь иконы Божией Матери Утоли Моя Печали возле села Федяково Кстовского района. Каменная однопрестольная церковь, которой сможет вмещать 600 человек, будет построена на территории кладбища Нижегородское, где сейчас есть только небольшая часовня. Жители села Федяково, которые пришли на богослужение, рады, что здесь появится новая церковь. У каждого родственники здесь похоронены. Я думаю, люди будут ходить и заходить в храм, поклониться Господу нашему Иисусу Христу, помолиться за их души и за живых тоже. Маленькой часовинки не хватает для такого большого кладбища. Все-таки храм будет больше наполнен, и желающих отпеть близких своих... Но храм есть храм. Люди будут думать не только о усопших, но и о себе живых, и поставить свечу на путешествующих, потому что на такой большой трассе будут смотреться колокола, звучать. Будет же происходить отпевание здесь. По пути на могилку, может быть, все-таки посетят храмы. И, может быть, будет первый шаг к Богу. Тебе нынешний молим, посли благодать, святая Твою Духу и благостовое положение, камень сего, все основания начинающего здания, слава Пресвятаго Твое имя, честь же и память, икону Божьей Матери, утолимые печали. Глава Нижегородской митрополии отметил, что православному христианину храм необходим на всех этапах его жизни. В деле строительства храма на месте погребения мы идем по пути возрождения Святой Руси. Русский человек в тысячелетней истории рождался уже в своем сердце с именем. Свою жизнь устраивал благословение Господь. И провожали его последний путь с молитвой о том, что Господь простит его всякое совершение воню и воню. Я надеюсь, что и эта святыня будет помогать жителям Нижнего Новгорода и районов, утешать их скорби, ворочевать их в раны души и помогать им жить в радости, утешении, в жизни. Основывается Церковь, и слава Великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа в честь и память иконы Божьей Матери. Утолимые печали во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Это будет первый храм в Нижнем Новгороде в честь иконы «Утолимые печали». Здесь, на месте скорби, такая церковь необходима верующим для молитв, об утешении душевной боли. И послали его... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok